Музыка Моя душа, не сдавайся, не беги от себя Не молчи, музыку в сердце дай я Если ты один, просто пой Миллионы голосов поют с тобой Пусть не верит никто, что особенный ты Но твое время придет, и все сбудутся сны Сердце слушай свое, если толпы кричат Твоя музыка в сердце должна звучать Не сдавайся, не беги от себя Не молчи, музыку в сердце дай я Если ты один, просто пой Миллионы голосов поют с тобой Сердце слушай свое, если толпы кричат Твоя музыка в сердце должна звучать Не сдавайся, не беги от себя Не сдавайся, не беги от себя Не молчи, музыку в сердце дай я Если ты один, просто пой Миллионы голосов поют с тобой Доброе музыкальное утро, Новосибирск Сегодня у нас в гостях те, названия которых мы не можем называть Почему? Потому что это реклама? Ну они же ушли с рынка, все нормально А, да, да и от Меринда в студии Доброе утро, меня зовут Евгений Чурилин Моя коллега-соведущая Алена Чурилина И представь, пожалуйста, наших гостей Дарья Сычева и Мария Новожилова Еще раз, Мерин Доброе утро Дуэт Меринда Это Мария Новожилова и Дарья Сычева Которые дружат и поют вместе с самого детства За более чем 20-летнюю историю существования Дуэт неоднократно принимал участие В различных музыкальных конкурсах и фестивалях Особенно урожайным для них был прошлый год Маша и Даша стали суперфиналистами телепроекта «Ордынка» Съездили на гастроли с Игорем Сарухановым И приняли участие в программе Первого канала Откуда такое интересное название и что оно означает? Давайте будем раскрывать, как говорится, все карты Когда мы придумывали себе имя, своему дуэту Мы решили использовать наши собственные имена Мэри, это Мария, Мэри Хорошо, да? Да, Дарья, получилось Меринда И такое Ну, в принципе, нормально Тут даже я оправдываю букву «Н» в конце Это как «Н» Энт Энт Энт, да Это сокращать, все понятно Там, ммм, фитифлюшечку выписать Девчонки, очень необычный год Понятно, что вы в нашем с Евгением Поле зрение появились Просто ворвались в проект Ордынка И такие То есть какое-то новое дыхание У вас совершенно профессиональный подход к работе Вы действительно замороченные По костюмам, по материалам, по внешнему виду Потрясающе Мы действительно замороченные, на этом остановимся Спасибо Скажите, а кто, вот все равно же так или иначе Распределение Кто-то за что-то отвечает Кто-то отвечает, например, не знаю, за рекламу, за стиль Там, ну, не знаю За финансы, да Потом дальше, например, за материал, аранжировку Я не знаю, может быть, партии как-то прописываете Как все это выглядит? Ну, прям так, чтобы прописаны обязанности Маши, обязанности Даши У нас такого нет регламента, у нас не прописано Как-то все обоюдно идет У кого-то идею предлагает Да, с детства так, ну, с молодости, когда мы начали общаться Так пошло, что у кого-то какая-то идея О, предложил, и начинаем вместе ее развивать И вот, да, да, нет, нет Да, и как-то вот в споре рождается истина А с детства это, с какого периода? Школа, детский сад, там С 17 лет, ну, уже детство для нас То есть вы с 17 лет поете вместе? До этого, да Видимо, вместе где-то занимались, да, в какой-то вокальной студии Ну, да, познакомились в вокальной студии И все, решили, ну, дуэт Год был очень такой большой у вас, очень плотный И, там, изучая ваше творчество, вашу жизнь За последний период времени видела участие в телевизионном проекте Не Ордынка, хотя и в нем вы тоже были Что было сначала? Проект «Поем на кухне» или встреча с Игорем Сарухановым? Кухня? Да, мы сначала отправили на кастинг наше промо-видео на первый канал А потом, когда нам уже сказали, да, вы проходите, оказалось, что мы еще... Там это все чередовалось Кастинг «Кухня», поездка с Игорем Сарухановым, первый тур «Кухня», поездка с Игорем Сарухановым, новогодний выпуск «Кухня» Ну, вот так вот было лучше И между ними еще и Ордынтика была Хотел вспомнить молодцы А кто... чья была идея? Кто решился? Про кухню? Да, про кухню Так как у меня вокальная студия, мне приходят на электронную почту оповещения о различных конкурсах И вот пришло, что Первый канал объявляет такой кастинг, такой новый проект И я говорю своим друзьям просто на обычной встрече, которые пришли ко мне, друзья на чашечку чая Говорю, а давайте поучаствуем, потому что там было главное условие, это не профессионалы То есть там были друзья и поющие, и не поющие, кто уже не занимался вокалом, кто занимается до сих пор И мы вот как сидели за столом и с чашечкой чая, так и сняли видео и отправили его Никто не верил, что мы попадем туда, но через день нам перезвонили Вот она, русская авось Что пели? Да, что пели на кастинге? Мы пели русские народные песни, которые обычно за столом все поют Застольные Да, застольные, какие-то несколько штучек Да, у нас было главным критерием, что мы и любим и за столом посидеть, и песни за столом попеть Действительно, при наших обычных встречах мы это любим делать Поэтому прям про нас Расскажите о взаимодействии с коллегами Просто, ну, то есть проект, во всяком случае, те этапы, в которых вы еще участвовали, да Это были командные Это был командный тур Вот взаимодействие между коллегами вашими, друзьями, с которыми вы чай сначала делали Да, они не коллеги, они все-таки друзья И поэтому было, с одной стороны, просто, потому что мы дружим уже все около 20 лет А с другой стороны, были небольшие такие терочки Потому что, когда ты дружишь, ты просто дружишь, и какие-то скользкие темы ты можешь опустить и не обсуждать А тут приходится репетировать, и может кому-то что-то не нравится, выборе костюма И вот здесь уже мастерство переговоров было То есть объяснить, что вот именно это будет правильно Ну, как бы мы пришли все равно к единому знаменателю Получилось то, что получилось Потому что у нас в команде был мастер по ламинированию ресниц У нас парикмахер был Так Сотрудница пенсионного фонда Без нее никуда Да, то есть люди, кто давно, они пели когда-то с нами в студии, с детьми Но они давно не варились в этом шоу-бизнесе И приходилось все равно как-то быть более настойчивым Направлять, говорить, как будет правильно А вот чье было решение именно по выбору репертуара? Нам говорили Нам давали на выбор несколько каких-то песен И потом мы уже с редактором Первого канала приходили к тому, что будем петь Но постойте, там же еще многоголосие, все равно какая-то сюжетная Это все было на нас, это все мы сами делали А потом уже показывали тот вариант, который мы придумали По вашей версии был наиболее удачным Ну нас никогда не критиковали, никогда не говорили вот это там переделайте Как бы все было всегда нормально Ну я как понимаю, все равно это связано с авторскими правами Все-таки федеральный канал просто так там нельзя петь все, что тебе вбредет в голову Потому что да, потом, как говорится, скажут, а где? Каналар-то записан А расскажите о погоде внутри проекта Как проходили съемки? Насколько нервная была эта обстановка? Так, мы сейчас о чем? Мы сейчас о кухне или о срукан? Сначала о кухне Забылась уже немножечко подзабылась Все было очень тепло, вот даже удивительно, что даже все люди, которые там работали Администраторы, редакторы, они все настолько тепло были и дружелюбно настроены, что ты себя ощущал как дома Вот не было какой-то конкуренции, возможно, дальше там на других уже этапах это появлялось Но вот когда мы были, все настолько какие-то чуткие, добрые, так вот прям чувствовалось, как будто ты приехал домой к себе Что тебя здесь ждали, да? Слаженности и профессионализм команда дает много Да, однозначно Ну и тапочки, когда вы даете на съемках Сразу понятно, что ты дома Ну, работа там тоже очень слаженная, как на этом телеканале Тоже мы пришли, нам гримерочка, огромные павильоны У нас тоже есть свой куратор, который нас курирует, с нами все вопросы обсуждают К нам пришли из костюмерной, забрали наши костюмчики, чтобы их погладить Потом принесли на вешалочки У каждого, у каждой команды была отдельная своя гримерка Как я называю, это VIP Luxury Deluxe Да, да Мы там все оставили, порепетировали, на следующий день приехали, все отсняли Ну, было все организовано Что-то дал этот проект вам? Эмоции незабываемые Это было вообще просто, ты как будто бы, я не знаю, побывал где-то в гостях у сказки Потому что, ну, обычные люди вряд ли когда-то на первом канале засветятся, если только не в каких-то сводках Криминальных И не в поле чудес Да, да, да Да, и мы за этим столом, где там загорается нам, да, либо нет, эти зеленые треугольнички Валдис Петч тут сидит с нами, вот так вот за руки мы все держимся Да, это эмоции просто захлестывают Воспоминания Вот я вот говорю, мы даже мурашки побежали Вот они, самое главное, да Эмоции, воспоминания, ну и я думаю, что все равно это незабываемый опыт, который будет проходить через года И вы будете помнить, как все организовывать Будем внукам рассказывать Да, действительно А вот ваша бабушка Ладно рассказывать, у вас есть видео подтверждения Сейчас будет небольшая информационная пауза Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49 После чего вернемся в студию и продолжим Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился Это Оранжевое утро и у нас сегодня в гостях Продолжаем разговаривать о вашей творческой деятельности и о том, какие плоды были в прошедшем году, в наступившем году В прошлой части, так, чуть-чуть мы оговорились о том, что у вас была знаковая встреча с Игорем Сурухановым Как вы с ним познакомились? В одной ивентовской группе города Новосибирска директор Игоря Суруханова или кто-то через него, ну, короче, как-то он вышел на эту группу Было объявление, что Игорь Суруханов ищет бэк-вокал для поездки в Яровое и вот бла-бла-бла Ну, не так далеко, да Да, мы отправляем заявку и нам в следующий день говорят, Игорь Арманович вас утвердил И мы поехали с концертом в Яровое, ну, то есть нам выслали материал А здесь была уверенность в своих силах? Ну, объективно Да нет, конечно, ну, попробуем И просто я помню, что Маша, я говорю, на кастинг Суруханова у нас отправила, мы ха-ха-ха, да-да-да И тут вот нас подтверждают А дальше как было? Ну, просто все равно чисто технические взаимодействия, то есть вам прислали материал, да? Да, мы разучили его Ага, там было уже как-то, не знаю, прописано по партиям или просто разученный материал, типа верхний, нижний голос и привет? Было прописано, это облегчило нам работу То есть нужно было просто заучить, да, материал и спокойно с ним работать? Получается, вы ездили с ним только в Яровое или были еще? Летом мы поехали только в Яровое и там он сказал, вы такие классные вообще, вы спели прям все так чистенько, все так классно Мы будем с вами работать, у него в Питере свой бэк-вокал, в Москве свой бэк-вокал И вот мы стали, как они нам сказали, официальным дуэтом, бэк-вокалом по Сибири По Сибири, да По Сибири, да Дальнейшие предложения поступали? Да, пригласили они нас потом в тур По Сибири? По Сибири, мы ездили в четыре города Какие? Какие города? Новосибирск Так Рубцовск Алтайский край Междуреченск Убийск И Убийск, по-моему Просто это было так, что мы ночуем в Барнауле, выезжаем туда, ночуем где-то там И так уже запуталась, какие города Чем же из звезды натыкают? Да, потом последняя ночь, последняя ночь это в автобусе и я уже запуталась Все смешалось немножко Четыре концерта подряд было И вот, кстати, интересно, скольки часовые концерты? Полтора часа, по-моему А сама поездка сколько по времени в вашей жизни? Четыре или пять дней получилось Дни и пять, наверное Ну, то есть так нон-стоп получается Да Дорога, концерт, концерт, дорога, дорога, концерт Где-то ночевали, говорю, в городе близца, лежащая Где-то в автобусе Давайте поговорим про то, что остается за кулисами О том, как работать с профессионалами такого уровня Все-таки опыт у вас получается Помимо работы с Игорем Сарухановым У вас есть опыт взаимодействия с теми звездами Которые были в рамках проекта «Кухня» Поем все вместе на кухне Вот опыт, по опыту, что вы можете сказать? Вообще, после первой поездки в Яровое Мы приехали с чувством, мы ощущали себя какими-то звездами Потому что такой подход Встреча была такая Когда нас проводили сквозь толпу людей С охранниками, все «А-а-а, Игорь!» И мы идем сзади, как будто бы мы тоже с ними Маш, ну, если начать с самого начала К подъезду подъехал трансфер Шикарный автомобиль Который привез нас к шикарному микроавтобусу Шикарным девушкам, шикарный трансфер Все, вам и пледики, и водичка, и все-все-все Чтобы дорога до Ярового была комфортная Там нас сразу все разместили Ой, как будто, ну, не думаю, москвичи приехали В Яровом тоже и в гостинице Ну, подход ощущается сразу Ну, не просто, да, скажем так, как тем, кто помогает, да? А вот прям сразу все, к артистам А знаете, еще был случай, когда мы были в Рубцовске, что ли Уже концерт закончился, и выходит женщина-директор ДК Ну, Игорь Арменович стоит, сейчас он говорит, ну, сейчас мне будут говорить слова И он уже стоит, приготовился, он говорит, с вами попозже Мы хотим все поаплодировать девочкам У вас девочки просто такие красавицы В нашей Сибири, они там стоят замерзшие Давайте все им поаплодируем Весь зал просто нам хлопает И Игорь Арменович такой стоит Да, он не ожидал, что может так обернуться его концерт Что будут хлопать нам, а не ему Ну, было так, конечно, приятно Ну, просто на самом деле это сразу видно, да? И когда вы поете, да, и когда, в принципе, на сцене стоите От вас, в принципе, даже сейчас мы с вами разговариваем А уже какая-то энергетика излучается И это чувствуется, да, это здорово Нет, просто еще очень приятно, что бэквокалистов их видят Потому что, ну, давайте объективно Вот, когда большие звезды, они забирают на себя все пространство А ведь те люди, которые работают на этих больших артистов Они тоже вкалывают, они тоже вкладывают очень много энергии И мы сейчас говорим не только про вашу работу, работу бэквокалиста Мы говорим про работу музыкантов Это огромная команда, которая работает на единый результат Да, мы еще ездили с группой музыкантов Живая музыка была Да, и в конце он всех представляет И всем хлопают Как бы-то приятно очень Свою команду он не забывает То есть не я один звезда А все, кто рядом со мной на сцене, они все звезды Не зря говорят, театр начинается с вешалки, да? Но почему-то в вешалке никто не аплодирует Так, вот теперь смотрите Мы с вами проговорили про проект телевизионный Это съемки, это выезд Ну то есть прям серьезная нагрузка Мы говорим про тур с Рухановым Да, это выезды, это опять нагрузка Это какие-то съемки, это концерты Помимо этого, вы в принципе любите ли участвовать в каких-нибудь проектах В каких-нибудь творческих заварушках Как вот творческая жизнь настолько творческого И такого заинтересованного во всех этих движениях дуэта Укладывается вместе с вашей личной жизнью Прекрасно Между походом в магазин Мы даем полутора часов концерт Потом покупаем все, что нужно И готовим И я иду готовить борщ Вы знаете, вот, наверное Что нам дает То, что мы постоянно на сцене поем Нам не хочется никуда больше ходить Потому что у нас подружки Пойдемте в клуб, потанцуем Нет Мы танцевали сегодня Можно мы просто ляжем и будем лежать Нам этого не хочется Потому что настолько перенасыщенность этого Что дома хочется быть просто Надеть косыночку И быть мамой, женой И все А я хотела сказать, что Мы не сразу пришли к этому Что мы вот раз таки все в творчестве И нам комфортно И все нам к этому благоволит Судьба Через термии вроде как Мы пели Нам это нравилось Но это было хобби Это не приносило доход И мы где-то Попробовали всегда Проводили в офисах А потом бежали петь Это уже неудобно Это удовольствие уже не приносит Сил не остается на творчество Мы уезжали в Китай Мы работали в Китае За границей И когда уже вернулись оттуда Уже нужно было Как-то все уже устаканиться На этом месте И уже принимать Как жить Либо вот по этой веточке Либо Либо я иду в офис Либо я иду на пятидневочку И сижу там Где-то как-то И как-то так вот Все сложилось Что у меня появилась Студия вокальная Появилось много Ребятишек Кто занимается Понадобился второй педагог Пришла Маша Все, Маша тоже В эту сферу окунулась И мы возобновили Уже меринду У нас уже у всех По ребятишке появилось У них уже подрастили И поэтому Как-то вот Сейчас все В творчестве И с детьми И меринда И мы живем полностью В этом Молодцы Говорят, что на детях Природа отдыхает Да Занимаются ли дети Это про нас Нет И все же Занимаются ли дети Творчеством Мой сын Занимается у Даши Но он туда За тусовкой ходит У него Талант в другом За малым рождается Ну я тоже так думаю Пока нравится Пусть ходит Он у меня Мозг Мега мозг Он знает все Про всех Про всех животных Он там Такие факты знает От которых Просто я Никогда даже не слышала Вот он у меня Такой развитый Голова развитая В отличие От меня Ну и он получается Плюс Заполнительно слух развивает Ну конечно Просто мама Часто в командировках Приходится изучать животных Да Да Она тоже пока петь не хочет Ни петь, ни танцевать Ни в мать Пока нет Нет Ну может быть Не знаю Там хочется Ну просто все равно Так или иначе Вы же рассказываете Да Что сцена Подождите Придет любовь Звукорежиссером Классным вырасти Придет любовь Раскроются чакры И пойдут И пойдут Как миленькие И к Даши И к Маши И петь Конечно Это у меня сын только говорит Что я хочу стать звездой И все А в какой области Не важно Не важно Просто звездой Маму все знают Меня никто не знает Понятно Ну да Буду видеоблогером И поехать Да Это он любит Очень водная тема Во всяком случае На поверхности Да Давайте поговорим еще Про еще один телевизионный проект Небезызвестный Про проект Ордынка Чья была идея Принять в нем участие Тем более Я услышал Между А я не помню Потом тур кухня Потом тур кухня Потом Ордынка Потом тур кухня Первый раз Предложила Даша Это точно Потому что я участвовала Да А второй раз Уже говорю я Пошли Я хочу Пошли еще Пошли Пошли Здесь сразу уже вдвоете Да Нет Но Скажем так Второй раз Сейчас Сейчас Скажем так Еще весь этот этап Не завершен По разным рода Обстоятельствам Да И по разным рода Обстоятельствам Понятно что Следующий сезон Пропускаете Наверное Или нет Не планируете Серьезно Молодцы Не сдаете Не хотели Не хотели Пропускать Чего это Тусовка же Конечно Это такой Творческий взрыв Это такие эмоции Это заряд На следующий год Зачем вам этот проект Ордынка Понятно что Мы его все любим Что вы преследуете Какую цель Кажется нам нужно уже Самим Себе доказать Да Что-то Вот я сначала так думала А на самом деле Потом Даша Такие слова Правильные сказала Когда брали интервью На Ордынке Что Настолько глаз Замыливается Когда ты Работаешь Нон-стоп Поешь Одно да потому Корпоратив Да А вот когда Такие проекты Происходят У тебя происходит Творческий взрыв У тебя начинает Аккумулироваться энергия Ты начинаешь Придумывать Что-то Ты начинаешь Шить костюмы У тебя рождаются Просто неимоверные Какие-то идеи Которые хочется Воплотить Вот я опять говорю У меня опять мурашки Побежали И вот наверное Для этого Для эмоций Для того чтобы Почувствовать Что ты можешь Что-то большее Чем просто петь Так что-то у меня Зародилась идея Наверное тоже Принять участие Не спеть Где-нибудь Песню А не спеть На диване Новый проект Пою на диване Для себя Какие творческие мысли Какие творческие планы Насколько часто приходит В ваши светлые головы Авторский материал Ну вообще На этот год Творческие планы Захватить мир Сделать Поработить Написать Несколько коммерческих Вариантов Авторских песен Чтобы не только Что потом Чтобы не только Их исполнять Там на ордынке На каких-то Авторских таких Встречах Конкурсах А вообще Взять их В свой репертуар Даже Петь Может быть Кому-то они понравятся Ну а думали ли о том Что например Ротация на Глубе Хорошо Да Именно вот этот год Мы хотели посвятить Авторскому написанию Авторского материала То есть как я понимаю Ну нет Ну у нас на Маше текст На мне музыка Поэтому я жду пока Здесь есть разделение Здесь да Здесь есть Поэтому я жду пока Она напишет текст Чтобы начать Чтобы начать Ну оно придет обязательно А муза она такая Не приходит По расписанию Да Там как накрыло Так накрыло Кому муза Кому музы Да В любом случае Мы желаем вам Проектов Успешности И реализации Всех своих Задуманных Идеи Целей Вы очень классные Спасибо большое Давай еще разочек Представим Кто у нас сегодня В гостях Дуэт Меринда В лицах Дарья Сычева И Мария Новожилова Спасибо большое Что пришли к нам в гости Творческих побед Успехов Спасибо, что пригласили Спасибо, что позвали Позвали